Мы приезжаем на машине, мы сидим на работе в офисах за компьютерами, и мы возвращаемся домой на машине, и дома тоже мы ведём спокойный образ жизни. То есть редкие минуты физической активности. Наше спасение в том, чтобы больше двигаться. Известно, что когда Фёдор Иванович Шаляпин заболел диабетом, врачи рекомендовали ему колоть перед едой дрова. Это помогало ему справляться с болезнью. Движение рекомендуется, ну, как минимум, 30 минут в день активных движений. Но, как выяснилось, проведены масштабные исследования в разных странах мира, что даже 30 минут в день человек здоровый, активный, с активной жизненной позицией не двигается. Проведём небольшой, но очень наглядный эксперимент. У человека, больного диабетом, измеряем уровень сахара. После этого он полчаса занимается на беговой дорожке в тренажёрном зале. Новое измерение. Ещё полчаса занятий и ещё одно измерение. Уровень глюкозы снизился, причём значительно. Мне говорят, что надо двигаться. Я это делаю. Утром и вечером. Обязательно. Вот от театра я иду к университету. И там прохожусь, потому что там воздух хороший. Во-первых, вижу университет. И мне хочется жить после этого. Хорошо. Поэтому вот и гуляю. 30-40 минут. Ещё одна угроза нашему здоровью. Современный город. Это постоянный источник стресса. Постоянно стресс и хроническая тревога. Рабочее место сохранить. Далее, если человек заработал, как-то, так сказать, эти деньги потом реализовать. Кстати, большие деньги, большие деньги занимают одну из первых позиций среди самых высоких рисков смертности. А стресс заедается. И достаточно быстро. У нас нет времени посидеть и, так сказать, так по-настоящему, там сколько, полчаса, 40 минут, всё это, так сказать, разжевать, переварить, как и положено. А вот это фастфуд, когда мы вбрасываем в себя очень быстро, и вроде бы, так сказать, как-то мы перебили вот этот самый аппетит. На самом деле, когда мы заедаем стресс, чтобы мы не съели углеводы, белки, природа это переводит, как правило, в жировую ткань. Если мы съедаем лишних 50 килокалорий, а они содержатся в маленьком печенье, вот такого размера, песочное печенье, то, чтобы израсходовать эти калории, которые мы получили с печеньем, нужно пройти один километр. Вот, казалось бы, да, маленькое печенье и один километр пути пешком. Ну, кто рискует? Ну, прежде всего, если вот говорить, это абсолютно мировые данные, 95% больных с сахарным диабетом – это люди интеллектуального труда. Веселый, жизнерадостный, огромного роста, 1 метр и 94,5 сантиметра, Шаляпин производил впечатление пышущего здоровьем богатыря. После бани артист выпивал целый самовар чаю, закусив двумя фунтами красной икры с калачами и баранками. За один присест в ресторане он съедал 14 порций цыплят табака, и он много выпивал вина. В 1924 году французский доктор Нэ впервые ставит ему диагноз «диабет». Шаляпину 51 год. Он отмечает 35-летие службы на театрах и уже подумывает уходить со сцены. С этого момента Шаляпин ежегодно сгоняет сахар в Баден-Бадене и других санаториях. Периодически бросает курить, садится на суровую диету, которую сам же и нарушает. Во время съемок во Франции первого своего музыкального звукового кинофильма «Дон Кихот» по воспоминаниям артиста, игравшего роль Санчо Панси, Шаляпин каждое утро перед съемками ставил перед собой к завтраку бутылку водки и выпивал ее целиком. На его последней в жизни встрече с другом Максимом Горьким в берлинском отеле в сентябре 1932 года было 8 часов сумбурных слез и водки. Диабет считается неизлечимой болезнью. Но есть такая стадия его развития, которая называется преддиабет. То есть изменения в организме уже начались, но они еще обратимы. В течение 4-х лет в Финляндии проводили масштабный эксперимент. Пациенты из группы риска с избыточным весом, жировыми отложениями в области талии занимались с диетологами и фитнес-инструкторами. Диета и регулярные физические нагрузки многим из этих людей вернули здоровье. У этих лиц риск диабета снизился на 58%. То есть это лучший результат, чем если мы даем какой-либо из профилактических лекарств. К сожалению, самосознание наших граждан устроено таким образом, что сначала идут вредные привычки, сначала мы полностью заглубляемся в это состояние, мы хотим попробовать все и вся, и только потом, когда эти вредные привычки приводят к соответствующим заболеваниям, которые в ряде случаев выявляются на поздних стадиях, вот тогда мы начинаем задумываться о том, что мы вели неправильный образ жизни. И принципиально важным является то, что элементы здорового образа жизни или стиль здорового образа жизни должен культивироваться в каждой семье. И если с самых ранних лет ребенку это задано, то это будет сопровождать его всю жизнь. Но как быть в том случае, если болезнь уже есть? И здесь опять все прежде всего в руках самого человека. Диабет нельзя вылечить, но с ним можно договориться. И вот тут нужно самому... Ну как... И каливрист на проволоке ходит, когда... Вот нужно уметь ходить по проволоке, это сложно. Если тебя покачивает в одну или другую сторону, у этого еще ничего страшного. Но если ты свалился, то это беда. За 20 лет Михаил Боярский прочитал о диабете все, что сумел найти. Шутит, что может сам давать консультации товарищам по несчастью. Все пальцы исколаны окончательно и бесповоротно. Это меня как-то поддерживает, что я примерно знаю, какой у меня сахар. Чтобы на спектакль не упасть, в обморок. Уважаемые зрители, просим вас отключить мобильные телефоны. Спасибо. Были случаи, когда я орал за кулисой. Чай с сахаром срочно там. Жена знает, она в курсе, нет там 8-10 кушков сахара, я быстро за кулисой. Как я его пиваю и все в норме. Почти всегда я ношу с собой в сумке сладкие вещи. Ты поедешь, дорогой. Ты что, поскорь, что усыпало? Я тебя предупредил. Я тебя во всем предупредил. Ну, эй, ну, эй. Я стараюсь соблюдать диету. Я видеть не могу ни овсяную, ни гречевую кашу. Но с утра никогда тебе не позволяю никаких сладостей. У нас в стране не принято говорить о своей болезни. Люди боятся выглядеть слабыми. Преодолеть этот психологический барьер не так-то просто. Актеру-волонтирую. У него тоже был диабет. У многих диабет. Многие стесняются этого. Мы были с ним одной гримборной, и нам нужно было кольнуться. И он стеснялся, и я стеснялся. Мы так отворачивались друг от друга, набирали шприцы, все. Потом он говорит, что ты мне же делаешь? Я говорю, да мне кольнуться. Господи, и у меня диабет. Давай. А вот на Западе людей, противостоящих своей болезни, давно уже не принято считать слабыми. В середине прошлого века в Соединенных Штатах Америки была учреждена медаль Джослина. Джослин – это эндокринолог, один из пионеров инсулинотерапии. В начале медаль Джослина давалась за 20 лет жизни с диабетом. Но годы шли, и таких пациентов становилось все больше. Теперь есть две медали. Одна дается за 50 лет жизни с диабетом, вторая – за 75 лет жизни. Недавно и в России появилась подобная медаль. Ноябрь 2010 года. В Москве отмечается 20-летие Российской диабетической ассоциации. Эта крупная общественная организация насчитывает сегодня 69 отделений в разных регионах России. Золотую медаль за бескорыстное служение диабету вручают голландцу Виму Винчесу, специальному посланнику Всемирной организации здравоохранения. Он болен с 13-летнего возраста. Сказались последствия тяжелого детства во время Второй мировой войны. Есть было нечего, семья питалась только печеными клубнями тюльпанов. Сейчас ему 73, и он по-прежнему не намерен сдаваться на милость болезни. Самое главное для человека, больного диабетом, – это позитивное отношение к жизни. Он не должен позволять болезни устанавливать свои правила. Ему предстоит долгая жизнь вместе с диабетом. И важно, чтобы он всегда сохранял позитивный настрой. Вим Винчес передвигается на инвалидной коляске. Но это не мешает ему ездить по всему миру, помогая разным странам в создании национальных антидиабетических программ. В России федеральная целевая программа «Сахарный диабет» действует с 1993 года. В ее рамках в стране открылось более 50 городских и областных диабетологических центров. Всего в России работает более 100 таких центров. Уже много лет в рамках национального проекта «Здоровье» осуществляется дополнительная диспансеризация, в результате которой как раз и выявляется заболеваемость диабетом. Это обязательные мероприятия, в которых участвуют эндокринологи. Кроме того, люди, приходящие на прием в поликлинику по поводу какого-либо заболевания, как правило, сдают анализ на содержание сахара в крови. 11 290 человек. Столько больных с сахарным диабетом было выявлено при диспансеризации в 2009 году. За 9 месяцев 2010-го – 6 396 человек. Кроме того, в рамках программы по формированию здорового образа жизни, которая проводится в России с 2009 года, по всей стране открыты бесплатные государственные центры здоровья. Здесь можно сдать тест на сахар в крови, а также пройти несколько простых экспресс-тестов, которые сразу же просигналят в случае обнаружения заболевания. Причем процедура займет не более 5 минут. Центры здоровья за очень короткий период времени дают возможность вам узнать, есть ли у вас риск развития диабета, и что вам нужно сделать, чтобы не допустить ситуации, когда он разовьется в заболевании. У нас в стране создан государственный регистр больных с сахарным диабетом. Это целая информационно-аналитическая система, которая охватывает все регионы Российской Федерации. Это система данных у больных с сахарным диабетом, самых необходимых данных, которые необходимы для анализа, скажем, эпидемиологической ситуации в отношении сахарного диабета, заболеваемости, лечения больных с сахарным диабетом, состояния здоровья больных с сахарным диабетом. То есть там отражены все осложнения, которые есть у больного и которые в процессе, так сказать, введения или мониторинга могут появиться у больного. У Марины Харюшиной из Нижнего Новгорода едва ли не весь набор возможных осложнений. Практически отказали почки, пострадало зрение. Она перенесла уже несколько операций на стопах. В результате последней удалось восстановить проходимость артерий. Появилась надежда – теперь молодая женщина полна оптимизма. Я кушать готовлю, передачу смотрю, всякие салатики, то, что и самой можно. Вот в этом, в принципе, интерес в большей степени. В готовке, в кухне, ну, каждый себя ведь в чем-то находит, правильно? Те пациенты, которые заболели давно, когда не было современных препаратов, когда не было самоконтроля, когда не было обучения в полноценном виде. К сожалению, многие из них имеют сейчас такие вот выраженные поздние осложнения диабета. На операционном столе пожилой мужчина. Ему так же, как и Марине, предстоит операция по восстановлению проходимости сосудов. Наша задача является предотвратить ампутацию конечностей. Так вот, благодаря современным технологиям, современным методам лечения, практически, ну, очень небольшой процент пациентов, где-то 5-2-5 процентов больных, которым мы не можем помочь, и то это пациенты с очень запущенными формами. Местный наркоз. Больной в сознании и общается с хирургом. Через небольшой прокол на бедре в поврежденный сосуд подводится специальный баллон. Мы выполняли так называемую ревоскулиризирующую операцию по восстановлению проходимости артериального русла, в частности, для улучшения кровотока к стопе, для того, чтобы приток крови к стопе вызвал ее соответственно заживление. Уже через несколько часов больной сможет ходить. Смертельную опасность удалось предотвратить. Теперь все в руках самого человека. Если он будет соблюдать определенные правила предосторожности, болезнь не сможет испортить ему жизнь. Когда вот холодная абсолютно нога, все забито, кровоснабжения нет. И когда только ставится стенд, под руками у вас, как только поставили стенд, начинается ток крови, и под руками становится теплая нога. Это вот удивительный эффект. Удивительно. Эндоваскулярные, нетравматические методы все чаще применяются для хирургического лечения осложнений сахарного диабета. Армен Джигарханян старательно выполнял все, что предписывали врачи. Но застарелая болезнь однажды напомнила о себе. Совершенно внезапно у него появились характерные боли за грудиной. Он их не описывал никак боли, а просто давящее ощущение за грудиной. при выходе на улицу. Это достаточно типичная жалоба для больных ишемической болезнью сердца. Его немедленно госпитализировали. Сделали коронарографию. Стало ясно, что забита одна из крупных околосердечных артерий. Передняя межжелудочковая артерия, так называемая, вот в этом вот месте кровотока по ней нет. Помочь в этом случае может только операция. Техника позволяет сделать ее быстро, не причиняя больному лишних травм и страданий. В коронарную артерию вводится интракоронарный проводник вместе с баллоном. Вот его метки. Посмотрите, как артерия выглядит. Сейчас, после восстановления кровотока, имплантация станет. В принципе, даже вот не видно того места, где кровотока не было вообще. Полгода спустя Армен Борисович уже практически не вспоминает о том трудном эпизоде в своей жизни. Я столько же и работаю, так же напряженно и живу, потому что театр, он требует много энергии. Поэтому повторяю все время, я и говорю, я должен опережать болезнь. я должен быть готов к этому. Сильно готов к этому, чтобы меня не лишило чувства жизни болезнь. Как показывает медицинская практика, можно вернуть к нормальной жизни и людей, перенесших гораздо более тяжелые операции. Алексей Быков уже 6 лет живет с пересаженной почкой. В 2001 году он был первым пациентом только что открывшегося отделения гемодиализа в эндокринологическом центре. Диабетическая нефропатия одно из самых грозных осложнений сахарного диабета и встречается оно где-то приблизительно у 30% пациентов страдающих с сахарным диабетом. Почки не справляются со своей прежде всего фильтрационной функцией и организм наводняется шлаками, токсинами. Больному необходимо регулярно приходить в клинику на гемодиализ процедуру очистки крови. Это помогает на некоторое время. Но в любом случае если нет серьезных противопоказаний мы должны этого пациента в перспективе ориентироваться конечно на трансплантацию почки. Ожидание пересадки растянулось на 4 года. Но результат того стоил. Диализ какой бы он хороший ни был все-таки привязывая человека к определенному месту после пересадки человек становится свободным. Я могу кого-то поехать могу чем-то заняться. Кроме того диализ кого-то не было тяжелее диеты а все-таки после пересадки диета немножко смещается. Алексею повезло врачи сумели вовремя и грамотно поставить ему диагноз и сразу же приступили к лечению. Сегодня в распоряжении медиков есть поистине уникальная техника позволяющая диагностировать самое раннее развитие осложнений диабета. Например вот такой объемно-динамический мультиспиральный компьютерный томограф. Мы имеем возможность получения трехмерного изображения более того этот томограф позволяет получить и динамические изображения видим как сердце бьется как наполняется контрастом сосуды лазерное оборудование которым располагают сегодняшние офтальмологи позволяет им амбулаторно проводить серьезнейшие операции на глазах. Войтов Владимир Иванович поступил к нам диагнозом пролиферативной диабетической ретинопатии на двух глазах. Одно из самых вообще серьезных диагнозов и сочетаний диагнозов между собой то есть кроме изменений в хрусталике катаракты которые бывают у всех людей пожилых после определенного возраста у него были еще неблагоприятные признаки которые характерны сугубо для диабета то есть рост сосудов как на глазном дне так и по радужной оболочке правым глазом левым глазом вижу боковое поле хуже стало видеть поэтому пришлось отказаться от управления автомобилем а в целом если говорить только о глазах никаких проблем я не испытываю мы молимся на то чтобы как можно дольше сохранить попытаться вот то достаточно высокое зрение которое мы получили все то же самое голову не двигаем смотрим прямо перед собой замерли продолжительность жизни больных диабетом сегодня в России она выше чем в популяции того же возраста это конечно успех успех и нашей отечественной в диабетологии и здравоохранении Анна Пучкова уже 11 лет больна диабетом это не помешало ей получить два высших образования она активно работает занимается благотворительностью год назад она родила здорового сына у детей от мам с сахарным диабетом риск развития примерно составляет 2-4% от пап 6-7% немножечко повыше но это в принципе невысокий риск поэтому запрещать иметь детей и родителям с сахарным диабетом в общем у врачей и у генетиков нет оснований будет ли их ребенок болен сегодня родители могут получить ответ на этот вопрос задолго до рождения малыша это возможно благодаря медико-генетической экспертизе Анна прошла такую экспертизу врачи подтвердили риск минимален я очень боялась я не верила что мой уже много лет больной организм в состоянии выносить здорового ребенка я надеялась молилась очень просила Бога об этом но честно говоря я очень боялась после рождения ребенка мы сразу взяли кровь из пуповины сделали генетический анализ и он в общем показал что у него очень он взял удачные гены и все хорошо сегодня диабет по-прежнему остается одной из самых серьезных и неизлечимых болезней человечества но и мы теперь уже не беззащитны нам есть что противопоставить его угрозе господа остановитесь держите себя в форме радуйтесь жизнь двигайтесь потому что движение на сама жизнь заложена питайтесь скромнее самой простой пищи что только так сказать можно это не болезнь а стиль жизни стиль жизни но требующий самодисциплины отношения к своему здоровью совсем так сказать по-другому и все получается и еще надо внимательнее относиться к себе и своему здоровью у каждого человека есть возможность бесплатно сдать анализ крови на сахар либо во время диспансеризации либо пройдя диагностику в центре здоровья я обязательно два раза в год сдаю анализ крови полный и в этом анализе крови присутствует анализ на сахар крови нужно быть сильным человеком и если есть задача воспитать детей не разрушить семью не быть в обузу кому-нибудь то нужно с собой следить и найти свой способ существования в этом мире вместе с диабетом и мы должны сами себя готовить к вещам серьезным а мы с вами знаем что жизнь самая может быть серьезная вещь на свете поможем как cza 特ғ 6 20 20 21 22 22 25 22 29 29 31 23 23